Резонансное ДТП произошло 29 мая в поселке Медны. Автомобиль Мерседес, движущийся на высокой скорости, не вписался в поворот и сбил женщину с детской коляской, идущую по обочине дороги. В коляске находилась 7-месячная девочка. В результате наезда мать и дочь получили тяжелейшие травмы. Обе были срочно госпитализированы. Несмотря на усилия медиков, спасти ребенка не удалось. Трагедия в буквальном смысле всколыхнула поселок. Это вопиющий случай. Вчера произошел вопиющий случай. Семья замечательная. Это вообще показательная семья. У них трое детей было. На сегодняшний момент у них двое детей. Виновником ДТП оказался 51-летний житель Медного Алексей Смирнов. Экспертиза показала, за руль он сел в состоянии алкогольного опьянения. По злой иронии, Смирнов работал водителем машины скорой медицинской помощи. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 264. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Все, конечно, кто идет мимо его дома, все говорят, что здесь живет этот убийца. Самое суровое наказание должно быть. Никаких поблажек, никаких, так сказать, смещающих обстоятельств, я думаю, что не должно быть. Дело Алексея Смирнова рассматривали в Калининском районном суде. Процесс длился недолго. Смирнов целиком и полностью признал свою вину и принес извинения семье пострадавшей. Дело рассматривали в так называемом особом порядке. Приговором суда Смирнов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 3 года. Приговор не вступил в законную силу. У сторон есть время, чтобы обжаловать вердикт. Впрочем, сторона обвинения, скорее всего, этого делать не станет. Виновнику ДТП дали максимально возможный срок. А вот адвокат Смирнова назвал приговор излишне суровым. А это значит, что защита вполне может попытаться спорить решение в суде высшей инстанции. Денис Ренов, Виталий Осипов, Телеканал Пилот.